Салют, братюнь! Ты на канале Некарате. Рад тебя приветствовать! Результаты он пророчит. Не забудь ставить лайкосы. Долбани, бровь, колокольчик. И сегодня самый главный вопрос. Реванш Теофима Лопеса и Василия Ломаченко. Быть реваншу, не быть реваншу. А если быть, то кто фаворит? Без лишних соплей, макарон. Чисто по факту сухим остатком. Собственно, предыстория такова. Лопес вроде как победил. Собственно, судейским решением очень неожиданно. Ломаченко отдал все свои пояса. Да ладно! Дальше была встреча Василия Ломаченко с Накатаник. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тот же Накатани встречался с Лопесом и там было достаточно конкурентно и близко. Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно дадим. Дальше был DimaTorzok Несмотря на то, что из Бруклина американец, молодой чемпион Абсолют не собирает залы. Не так он интересен оказался своим соотечественникам, как славянский Ломаченко. Вот такая вот история. На Ломаченко идут, покупают билеты, платят за трансляции Pay Per View, а за Лопеса не хотят это делать. Ну и собственно тут сразу коронавирус организовался. Я не хочу наговаривать, может быть так просто произошло, но было бы ползала, какая хрен разница. Но тем не менее, коронавирус, бой переносится. Вот и вся история. Плюсом к этому Бопа Аруму уже на вечере бокса Ломаченко на Катане говорит о том, что он подписал Теофима с условием, там была пролонгация контракта, с условием, что будет реванш с Ломаченко. Короче, не могут они никак двигаться без Ломаченко, в голове он у них засел очень плотно, и скорее не то, что в голове засел, а хайповать надо. Только на Ломаченко они это делать и могут, потому что другие оппоненты, от которых можно оттолкнуться, они в принципе ноунеймы. Ну вот Коми, ну Коми в Коми, что ж тут теперь поделаешь, как он его нокаутировал, так о нем все и забыли собственно. Вот эта мульсация, пульсация Ломаченко, она дает эффект. Ни Джервонто Дэвис, ни Хейни, ни Райан Гарсия не выводит новостные ленты в топы. А вот упоминание Ломаченко, о том, что мы ему кинем кость, что если будет реванш, что ты собака насрал нам в душу тогда, теперь мы насрем тебе. 1,3 миллиона долларов и все, никаких пейпервью не получишь. Уничижительные какие-то условия. Я не знаю, может еще предложат завязать руки за спиной. Но смысл в том, что хайпятся они на Ломаченко и нужен им этот бой. Я не знаю, насколько бой сам нужен, но хайп им нужен. Потому что может быть они сейчас маховик разгонят и там перейдут в следующий вес. Это тоже возможно. Я сомневаюсь, что на 100% этот бой будет. Когда будет дата, когда будет конкретика, мы уже будем разбираться на уровне техники. Сейчас мы будем говорить на уровне сухого остатка, чтобы без лишней воды. Собственно, к самому поединку, если вдруг он состоится. Если посмотреть на первый поединок, я говорил это перед боем, у меня было два видео, как победить Лопесу, как победить Ломаченко. Я говорил, что Лопесу достаточно быть крупным парнем, который стоит в центре ринга и который не упал. Все, он пройдет всю дистанцию, ему отдадут победу. Я говорил об этом в своем прогнозе. Посмотри, проверь, может быть автор что путает. Собственно, так все и произошло. Что может Лопес прибавить? Он попадал по Ломаченко, но в принципе четких акцентированных ударов не было. Ну так скорее вскользь, в движущуюся мишень, чтобы упереться и по стоячему, чтобы в моменте он его подловил, такого не было. Может быть, если было бы, Ломаченко бы упал. Но такого не было, Ломаченко не падал. Несмотря на то, что Лопес бьющий с двух рук, как оказалось, собственно, вырубить Ломаченко он не смог. Ломаченко, с другой стороны, как мне кажется, раньше времени сказал гоп. Гоп не перепрыгнул, а гоп уже сказал, уже считал, что все пояса на нем, что уже все, игра сделана. И, собственно, даже с этой травмой плеча он мог быть более убедительным. Даже вот он сам это понимает. И это его основной косяк. Первое, что согласился на поединок с травмой и недооценил оппонент, думал, что все будет легко. Второе, что уже в голове держал, что бой выиграл. Вот как я считаю по чесноку. Да, он не молодеет, его минус это его травмы и его возраст. Ну, два года у него еще есть, я думаю, в запасе. Поэтому, касательно этого поединка, если Ломаченко будет в хорошей физической форме, никаких травм не будет. Я считаю, что уровень Лопеса и Ломаченко абсолютно разный. Я считаю, что Лопес сам себе сделал имя своим треш-током. Просто так сложились обстоятельства. Я не считаю, что он сможет выстоять во втором бою с Ломаченко. Ломаченко уже обжегся раз, недооценил оппонента, на себя пояса раньше времени надел, при этом был травмирован и решил, что одной рукой смогу перебоксировать на таком уровне. Какой-никакой, а Лопес был чемпионом IBF и коми он положил. Но, тем не менее, не попал ни разу по Ломаченко так, чтобы тот присел на пятую точку, не отправил его в нокаут. Ну, а что он, собственно, может сделать? Перебоксировать? Нет. Но отсюда делаю вывод, что Ломаченко во втором поединке в реванше просто забьет Лопеса. Будет досрочка, будет очень жестко, и Лопес поплывет, и Ломаченко его не отпустит. Я считаю так. Обязательно напиши свое мнение в комментарии, подискутируем на сей счет. Не забудь поставить королевский лайк, прожать колокол, и до встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok